Переоформление двушки в Новой Москве, которое Барри Алибасов втайне от жены сделал на своего помощника Сергея Моциаря, с самого начала выглядела сомнительной сделкой. Зачем продюсеру отдавать квадратные метры, доставшиеся ему от супруги совершенно бесплатно, избавляться от недвижимости, потому что у тебя слишком много налоговых расходов, согласитесь, не самое убедительное объяснение. Тем не менее, до последнего времени других аргументов Алибасов не заявлял. Но накануне в ток-шоу «Пусть говорят» со своей правдой появился виновник торжества, тот самый помощник и личный водитель продюсера Нана Сергей Моциарь. По словам Моциаря, столь широким жестом Алибасов отблагодарил его за помощь во время непростого периода, связанного с отравлением кротом. Мол, одиозный продюсер, несмотря на байки о многомиллионных заработках на скандальной истории, в тот момент был совсем на мели, не хватало банально на таблетки. Барри Каримович лежал в реанимации, ему было очень плохо, он практически умирал. Лечение дорогое, а денег не было совсем, ему ведь, кроме Нанай ЦФ, никто не помогает. Я тогда ездил домой на Украину и привез деньги на лечение Алибасова, рассказал Сергей Моциарь. И через несколько месяцев он переписал на меня эту квартиру, чтобы таким образом отдать долг. Рыночная стоимость этого жилья – 2 миллиона 300 тысяч. Правда, в рассказе помощника детали не вяжутся, ведь выгода ему от такого предложения получилась весьма сомнительной. По словам Моциаря, двушку он получил не в дар, а по договору купли-продажи. Но при этом покупатель обязался не пользоваться жильем, пока Лидия Николаевна жива, а после ее смерти передать квартиру семье Шукшиных. Федосеева Шукшина об этом знала, заверил Сергей Моциарь. Однако, теперь помощник Алибасова отказывается отдавать недвижимость просто так. «Мне уже звонила Анна, она изъявила желание выкупить эту квартиру», – рассказал Моциарь. Говорит, ей перед бабушкой неудобно за то, что в своем время тайком продала ее питерскую недвижимость, поэтому сейчас готова вложить свои деньги. Правда, даже если сделка состоится, не факт, что двушка в Новой Москве все-таки вернется к своей первоначальной хозяйке. Месяц назад Анна Шукшина также пообещала вернуть бабушке апартаменты в Финляндии, но дальше красивых слов дело не пошло. Девушка отказалась заниматься документами, сославшись на то, что заболела коронавирусом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!